Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить оладьи с вишнями, с консервированными вишнями без косточек. Для этого нам понадобится 2 стакана муки, пол литра кефира, чайная ложка соды, 3 столовые ложки сахара и щепотка соли. Ну что ж, начинаем готовить. Пол литра кефира. Добавим сюда чайную ложечку соду и оставим на 5 минут для брожения. Происходит брожение в нашей емкости кефир и соду. В нашу емкость сахар. Теперь будем добавлять муку. Муку обязательно просеиваем через сито для того, чтобы наша мука обогатилась кислородом. Мы всыпали в стаканчик 1 муки. Теперь мы тщательно размешаем в ложечку, чтобы не было комочков. Смотрите, наше тесто льется прямо с веничком, поэтому добавляем еще один стакан муки. Таким же самым образом муку через сито просеиваем. Снова вбиваем муку в наше тесто для однородной массы. Когда уже тяжело будет веничком взбивать, значит будем вымешивать лук. Вот такое вот тесто у нас получилось. Видите, оно не спадает с нашей ложки. Значит тесто готово. Ставим на огонь нашу сковородочку на плиту и будем добавлять подсолнечную маску. На разогретую сковородку будем выкладывать наши оладушки. На ложечку набираем, положим на сковородочку и как можно аккуратнее его формируем. Оладушки наши. Вот так. Вот так. Мы видим, как поднимаются наши оладушки. На серединку каждого оладушка мы ложим вишенку и туда вдавливаем ее. Наши оладушки пекутся, вот такой вот вид они имеют. Не забывайте только добавлять подсолнечное масло. Оладушки берут очень много подсолнечного масла. Вы видите, что оладушки уже готовы. Можно вынимать их на тарелочку и выкладываем их на тарелку. Вот такие вот красивые оладушки у нас получились. Пышные. Они подросли на сковородочке. Просто супер. Мы пожарили все наши оладушки с вишнями. Вот такая вот у нас тарелка получилась. А теперь можете радовать своих родных и близких. Добавляйте какой-нибудь соус, добавляйте какой-нибудь джем или просто сметану или просто мед. И приятного вам аппетита. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч. Приятного вам аппетита. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...